С большой гордостью представляю вам доску подчета канала Чик-Чоча, особенно подписчика с ником AlexMan, который задонатив на прошлом стриме огромную сумму денег, заставил меня поверить в доброту и щедрость человеческой расы. Спасибо, Алекс! Хау-ни-хоу, дорогие друзья, у микрофона Чик-Чоча, и сейчас я расскажу вам байку по сериалу «Ходячие мертвецы». Бэм! Вооружившись рулоном туалетной бумаги, наши бесстрашные герои отправились на поиски Юджина, который потерялся где-то в Каннабе. На пути показалось огромное стадо страшнючих мертвецов. Посмотрите на них, они просто ходят кругами, вытаптывая зеленую травку. Интересно, зачем? Наверное, ключи потеряли. За мной, хвостатый Рики! Гав-гав-гав-гав-гав! Странная ударила собака, она прошла своего рода реинкарнацию. Я чувствую в этой оболочке некую другую сущность. Хочешь сказать? Это собака и не собака вовсе. Мяу-ка, то есть тяф-тяф-тяф! Хе-хе-хе! А ну-ка, все заткнулись! Я слышу шурканье подошвы чуть восточнее юго-запада. Это мертвецы! А пока, я-ху, Джастин! На пару с Иисусом кубатурили в каком нахрен месте находится восточная сторона юго-запада к хиллтопу. Медленно, но верно приближались Мишон с прочим отребьем из Александрии. Приближение каких-то людей на лошадках мигом заметили дозорные хиллтопа. Тревога, тревога! Бросайте свои дела! Прячьтесь под кроватями, тричь эти коленками и затыкайте рты грязными носками! В наш уютный как пусик и котонка городок едут какие-то люди! Боже, спасайтесь! Как мне страшно! Сколько, бля, еще ехать? Дедолго! Тебе-то откуда знать, свинья жирная? Подъехав к воротам хиллтопа, гостей встретила гробовая тишина, ведь все жители заткнули рты носками, чтобы не слышно было даже дыхание. Через мгновение появилась стража. А если остальные жители будут такими же страшными, я туда не пойду. Назовите пароль. Левый глаз. Корейца. Верно. Оказавшись на территории хиллтопа, гостей встретили довольно прохладно. Ну здравствуйте, целоваться не будем. Да, мы, можно сказать, так пожрать заехали. Джи-о-о! Ты глянь, какие у той сучки си-сяры, я просто обына с мозга-о-о! К тому же они натуральные. Натуральные? Пиздишь. Мы вам верим. Кэрол, а что у тебя на голове? Это все из-за Генри. Он принес мне игровую приставку с одной игрой Ведьмак. И я так погрузилась в атмосферу этой видеоигры, что решила измениться. Господи, скажи, что ты просто пошутила. А я считаю, что мне очень идет. Ну хоть кто-то так считает. Да, а я и забыла. Какой блядской сучкой ты можешь быть, Мишон Граймс? А я такая. А ты никуда не опаздываешь. Точно опаздываю. Если потери, какая перечиска. Я-г-е-ро-ль-д. Да срать, я на тебя хотела. А что она сказала? А вы ей понравились? К слову, Геральт из Реви собиралась оставить болвана Генри в хилтопе для обучения кузнечному мастерству. Береги себя, сыночка. Счастливого пути, мама. В дорогу я положил тебе морковки. Будет чем покорбить плотву. Кого? Не лезь не в свое дело. Седовласая ведьмачка запрыгнула в повозку и отправилась в королевство. Пока. Люблю тебя. Не будь болваном, а то я знаю, ты можешь. Так вот, в серии игр Ведьмак речь идет о Ведьмаке Геральте и его опасных похождениях. Так, где здесь можно выпить? Буквально в первый же день на Генри обратили внимание другие подростки. Йоу, Айда знакомится. Если ты без прыщей, подтягивайся к нам. А меня зовут Генри. Мы будем жевать тебя Генкой. Ух ты, тёлка. Стремная. Ну да, тёлка. Падай. Уронив задницу на мягкое, Генри сразу же пригласили на вечернюю пати. Айда сегодня на вписку с нами. А что это? Тебе понравится. Вот когда она снимет свои очки и накрасит губы, ты поймешь, что такое вписка. Ты это почувствуешь? Да? Интересно. Скажите, пожалуйста, что я лучше, чем Эдит? Не. Это вряд ли. Решено. Встречаемся после спокойной ночи, малыши. А пока Генри выяснял, что такое спокойная ночь, малыши и вписка, Габриэль проводил время, ухаживая за Ниганом. Ходят слухи, ты шаришься в испанской пещерке. О чём ты? О том, правда ли, что ты забираешься на испанские холмики. Холмики? Какие ещё холмики? Я говорю о сексе с Розитой, Габриэль. Мне нужны подробности. Конечно, ты скажешь, что это личное, но мне насрать. У нас не было интима. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. У нас с ней очень душевные отношения. А я сегодня очень душевно покакал. Будь добр, убери утку. Обычно я твержу, что всё вокруг моё, но это точно всё твоё. Не стесняйся, гэнгста, я подбодрю тебя. Вся моча твоя и все куски говна, и капля брызг, летящая вниз. Твоя, твоя, твоя. Во имя святого отца стань немного лучше. Я верю, ты сможешь. Ты прозреешь. Тебе нужно только немного. О боже, ты был прав, я прозрел, и мне нужна только твоя кружка. И будь так добр, захвати ещё тарелку. А пока Габриэль поддавался плохому влиянию Нигана, следопы Дэрил на пару с Иисусом и Джастином с первыми лучами лунного света, ведомые псиной Риком, наконец нашли приблизительное местонахождение профессора Юджина. Походу, кто-то тут есть. Тук-тук. Никого нет. Убрав соломку да открыв дверь погреба, друзья выпустили зловонный воздух. Блин. О господи. Простите. Это из-за нервов. Юджин поблагодарил друзей и попросил увезти их куда подальше, чтобы он смог объяснить им, что случилось. Тяф-тяф-тяф. В темноте показались сгнившие головы ходячих мертвецов. Посему наши герои спешно покинули проклятый старый дом. Отбежав чуть в сторону относительно северо-запада, друзья остановились на передышку. Юджин, зачем ты сел какать в канаве? О чём это ты? Я убегал от мертвецов. Ну тогда расскажи, как ты попал в эту передрягу? Мертвецы начали говорить друг с другом. О ягодах, о погоде, о девушках. Даже у них есть девушки. Чёрт. Юджин, ты конечно нас прости, но всё, что ты сейчас сказал, смахивает на то, что ты вроде бы как немножечко... Ёбнулся! Я пытался как мягче. Друзья не поверили Юджину и разделились. Трое удирать от трупов, а Дэрил с Риком этих самых трупов задерживать. А на крутой тусе за стенами хиллтопа Генри развлекался со своими новыми друзьями. Кульминацией в писке стал труп, загнанный в яму тремя подростками. В общем, в писка, это когда в пойманного мертвеца пуляешься всякой в ячинах. Главное попасть ему прямо в писку. А ну давай, давай. Давай, давай. А не как я бы. Я не попал. Попал, я не попал. Генри, несмотря на то, что был в стельку пьян, решил поступить благородно. И спрыгнув в яму, расправился с усопшим когда-то мертвецом. Я, кстати, проткнул его в писку. Капец ты, болван. Эта ночь была особенно странной для всех героев нашего рассказа. Ниган же, находясь в своей клетке, услышав легкое поскрипывание против решетки из-за сквознячка, решил просто охладить ладошку о металл. Но вдруг решетка оказалась открытой. То ли мятеж, то ли кто-то просто подзабыл запереть. Посрать. Подумал про себя бывший убийца. Я по съебам. А пока Ниган выходил из Александрии на цыпочках, Реднек собирался отвлечь стадо трупов от преследования Юджина. Кинув немножко китайских бомбочек на землю, Дэрил создал оглушающий шум, тем самым заставив стадо повернуть к нему. Но вдруг, ведущие трупы принялись поворачивать обратно, потянув за собой и прочих гнилушек. Ёп, понимаете, чё ж получается? Они даже умнее меня. Юджин, Иисус и Ияху, Джастин, тем временем добрались до самого крипового места в серии. И оказались загнаны в ловушку из-за закрытых ворот. Давай-ка поднимем его жопу. Эээ, ооо. Эээ, да что ж такое? Простите, это нервное. Оказавшись в безвыходном положении, Джастин и Иисус вспомнили все приемы джиу-джитсу и принялись практиковаться на мертвецах. Стильно, технично и брутально. Тут, откуда ни возьмись, в тумане появился знакомый силуэт. Всем здрасте. Мордасте, помогите нам скорее. Мишон на пару с новенькими не смогли просто так сидеть в хиллтопе и отправились по пятам за Иисусом и прочими. И не зря. Все вместе наши герои принялись загонять грязь под ногти, раскапывая ворота, дабы их открыть. Джастин, помоги им. Как раз ногти не стриг. Оставшихся трупов принялся раскидывать Иисус. Все так же красиво и в слоу-моушене, ибо он так умил. Раз, два, три. Божья сила. Помоги, уююшеньке. Раз, два, три. Кожа трупа, помоги. Растворись средь мертвецов, чтобы волтфагам дать пиздов. Ошарашенные, увиденным, но все же пропитанные гневом, наши герои ринулись в бой со смарт-мертвецами и в мгновение ока расправились с каждым из них. А пока... Джастин лил слезы над телом Иисуса в надежде, что его отец вернет сына назад на землю. Дэрил заметил на затылке трупа шов с нитками, распорол пару веревочек и узрел тайну смарт-гнилья. Сука, это чехол. А под маской оказался самый обычный психопат. Они убили Женю. И походу Толика тоже. Все, нет сил, я чешу между нападками. Как же можно они все узнали? Бэм! Спасибо за просмотр, друзья! Очень вас прошу, ставьте лайк, пишите комментарий, подписывайтесь на канал и нежно нажимайте колокольчик. Это очень помогает развитию канала. А я с вами прощаюсь до следующего видео. Адьос, амигос! Бои нас на час, сеньоритас!